В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина. Главная тема сегодня. Жёсткая посадка, показательное выступление авиадарца, мрачила трагедия. Произошёл отказ системы управления, сработала сигнализация об отказе второй гидросистемы и сработала речевая информация о отказе гидросистемы. 12 лет подполья не спасли от наказания. Уроженцы Курской области хорошо запомнили пострадавшие. Спустя 12 лет он был опознан потерпевшей, был опознан тем мужчиной, который находился в стальвом на квартире в тот момент. Месть за расточительность. Мужчина хладнокровно расправился с родным братом. Накипело у него за продолжительное время и в итоге ещё вот эта ситуация с деньгами. Самым обсуждаемым происшествием на этой неделе стало ЧП под Рязанью. На показательных выступлениях авиадарца упал и взорвался вертолёт Ми-28 пилотажной группы «Беркуты». За авиамиксом внимательно следили как видеооператоры, так и сотни гостей. При выполнении одного из элементов высшего пилотажа «Роспуск» боевая машина сначала накренилась, затем как «Юла» продолжала кружиться в воздухе. Танцует, комментировали происходящие зрители. Когда вертолёт стал подозрительно близко приближаться к земле, среди толпы эхом отозвалась другая версия. Падает. Почти три тысячи зрителей стали невольными очевидцами трагической гибели командира экипажа, подполковника, лётчика первого класса Игоря Бутенко. Вот на одной из многочисленных съёмок видно, как несмотря на тяжёлое ранение, штурман Александр Клитнов самостоятельно выбирается из горящей кабины. И это уже эксклюзивные кадры нашего телеканала. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Министр обороны Сергей Шойгу поручил представить обоих лётчиков к наградам. Семья погибшего должна получить страховую выплату в 2 миллиона 337 тысяч рублей и единовременное пособие в 3 миллиона 506 тысяч. Плоский штопор и жёсткая посадка – вот, собственно, и всё, что удалось написать в своих статьях местным журналистам. А вот наш московский коллега и военный эксперт Александр Жилин выдвинул свою версию ЧП с Ми-28. По его мнению, этот вертолёт – настоящий лакомый кусок для вражеских стратегов. Ми-28 – ночной охотник. Российский вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и иной бронетехники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Машина способна совершать такие элементы высшего пилотажа, как петля Нестерова, переворот Мельмана, бочка, полёт боком, полёт назад и вбок со скоростью до 100 км в час, разворот с угловой скоростью до 117 градусов в секунду. Хороший объект для диверсий поделился своим мнением на страницах благосферы Александр Жилин. Известному информагентству LifeNews он дал такое интервью. Винтокрылая машина в режиме авторотации упала на брюхо и загорелась. Вообще-то летательные аппараты, будучи тяжелее воздуха, имеют свойство падать в ходе боевой учёбы экипажей во всех странах. Но данный случай особый. Подобного рода мероприятия представляют собой очень престижную показуху, в ходе которой демонстрируется боевая выучка экипажей, возможностей и надёжность авиатехники стран-участниц. В конечном счёте объёмы продаж, а это миллиарды долларов. В банальные отказы железа Александр Жилин верить отказывается. Хотя бы по той причине, что к таким соревнованиям техника готовится очень тщательно. На кону авторитет державы и колоссальная прибыль в перспективе. А лётчики любой пилотажной группы – элита авиации. Столичные СМИ, в частности информагентство LifeNews, смело разместили у себя на страницах и такую версию. Есть ещё одна. В двигатель попала птица. Учитывая высоту полёта, это теоретически возможно. Официальная информация о отказе двигателя и гидросистемы. Произошёл отказ системы управления. Сработала сигнализация об отказе второй гидросистемы. И сработала речевая информация о отказе гидросистемы. Лёдный состав боролся за жизнь вертолёта до конца. Я напомню, что программа «Вызов» принят еженедельно, идёт в повторах много раз. И все данные актуальны на день премьеры, то есть на четверг, 6 августа. Как-то мы уже рассказывали о том, что срок давности – понятие растяжимое. Если не знаешь законов, можно и за давние грехи попасть под статью. Уроженцу Курской области каким-то удивительным образом удавалось 12 лет уходить от наказания. Когда бдительность беглеца значительно ослабла, его, наконец, задержали соответствующие органы. Вообще, в этой истории без подсказки следователей, которые занимались данным уголовным делом, очень трудно понять, кто кому приходится и в какой последовательности развивались события. Дело было так. В одной из типовых квартир вместе пили двое мужчин и женщина. Затем в гости забрели ещё два кавалера. С их прихода и начались неприятности. Что именно не поделили мужчины, теперь уже и не вспомнить. Но уже через несколько минут после ссоры хозяин квартиры выскочил из дома в поисках полиции. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру, они увидели следующую картину. Мужчина с разбитой головой, который находился без сознания. Двое мужчин. Один из них, насколько я помню, был в полуобнажённом виде. И женщина, которая сидела на диване, там в зальной комнате квартиры. Данная женщина сообщила, что вот эти двое мужчин совершили в отношении меня действия сексуального характера и изнасиловали меня. После этого всех данных лиц доставили в отдел полиции. По словам потерпевшей, её грозились выбросить с седьмого этажа, если не подчиниться грубой мужской силе. Дальше началось самое интересное. В отделе полиции дебоширы представились именами своих знакомых. На них составили протоколы и отпустили под подписку о невыезде. Когда выяснились настоящие личности преступников, одного из них и след простыл. В итоге в тюрьму на пять лет попал только один злоумышленник, а его сообщника объявили в розыск. Беглец сам обнаружил себя, когда заявился в Курскую миграционную службу с просьбой, наконец, поменять советский паспорт. Спустя 12 лет он был опознан потерпевшей, был опознан тем мужчиной, который находился также на квартире в тот момент. За все эти годы подозреваемый ни разу не пользовался медицинским полисом, не получал водительского удостоверения и не работал по трудовой книжке. Одним словом, нигде не афишировал свою криминальную личность. И, похоже, был немало удивлен, когда узнал, какая хорошая память у потерпевших исследователей. Объектом кражи часто становится не только то, что плохо лежит. Например, полицейские, обслуживающие сельские районы области, не устают напоминать владельцам фермерских хозяйств, что их буренки тоже нуждаются в особой охране и регулярном пересчете. Как говорится, воруют там, где позволяем воровать. Зачастую бывает, что никакого контроля за поголовьем не ведется. Это, конечно, тяжело, когда там больше сотни голов, каждый день их пересчитывать, но в то же время это надо. Бывали случаи, когда обращались к нам спустя неделю после того, как было совершено преступление. Очень часто похитителями оказываются неприметные местные жители, а то и вовсе сотрудники фермерского хозяйства, которым проще всего скрыть от хозяина тот факт, что не все его коровы или овцы вернулись с выпаса в загон. Чем больше времени прошло с момента кражи, тем больше шансов, что ни рогов, ни копыт уже не найти. К другим темам. Ежегодные шествия и митинги представителей русских националистических организаций и движений в различных городах России и стран СНГ, приуроченные ко дню народного единства, не редкость. Несмотря на то, что до 4 ноября еще далеко, следователи вспоминают уголовное дело, которое многим может послужить уроком. Гражданин города Рязани с 2012 года вступил в неофициальное и неразрегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации Объединения Рязанское отделение русских, в котором они проводили публичные мероприятия «Русский марш». Как законопослушный человек, мужчина обратился в городскую администрацию за разрешением на выступление. Подробно прописал свои действия и лозунги, расписался за то, что ознакомился с правилами и сделал все по-своему. Он говорил так в своем допросе, что я думаю, что когда я встану на сцену, я начну высказывать политические взгляды, ничего плохого говорить не буду, но в процессе этого и закончу я свое выступление тем, что выскажу призывы к национальной ненависти и вражде. Своих слушателей обвиняемый собирал в основном через социальные сети. Я напомню его последователям, что за такое нарушение закона у нас грозит до 300 тысяч рублей штрафа, а то и до трех лет тюрьмы. Ежегодно из детских домов России во взрослую жизнь, как в космос, выходят более 20 тысяч человек. Дальнейших судьба предельно понятно изложена языком прокурорской статистики. 40% в первые же годы попадают в тюрьму, еще 40% становятся бездомными. 10% кончают жизнь самоубийством. Оставшиеся 10% условно успешные, среди которых алкоголики, проститутки и просто безработные, весь успех которых лишь в том, что они не доставляют особых хлопот государству. Да, есть и те, кому удается построить семью, найти достойную работу и настоящих друзей. Проблема в том, что с детских лет трудные подростки привыкают не к той мысли, что их самостоятельность наступила раньше, чем у других, а к мысли, что они и так настрадались и больше никому ничего не должны. У этого молодого человека еще недавно было два брата и тетя, которая нашла средства и возможность купить двоим из них квартиру, поскольку родителей не было. Казалось бы, живи до работы, но неугомонных жителей поселка Южный интересовала только возможность быстро раздобыть денег на спиртное. Продали сотовый телефон за 6,5 тысяч, часть денег вместе на алкоголь потратили, и там половина денег у них оставаться должно было. И в итоге один брат, который потерпевший эти денежные средства, один потратил прямо в этот вечер. Когда через какое-то время в дверь молодого человека постучали следователи с вопросом, где его брат, подозреваемый сразу написал явку с повинной. В тот вечер, пообещав родственнику выпивку и компанию с девушками, задержанный повел брата на место казни за лишние траты. Он взял нож незаметно для него, положил, как говорит сам потерпевший, преступник обвиняемый, что накипело у него за продолжительное время, и в итоге еще вот эта ситуация с деньгами. Подозреваемый знал, что в честном бою без оружия, как всегда, одержит поражение. Вот только не учел, что место преступления выбрал рядом со строящейся автозаправочной станцией. Рабочие и обнаружили труп. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сколько бы ни призывали к совести подпольных продавцов алкоголя, а этот рынок процветал, процветает и, увы, будет процветать, потому что покупать нелицензионную водку гораздо дешевле. От повышения стоимости спиртного россияне не начинают пить меньше, а ищут способ получить алкоголь дешевле. На днях рейдовые мероприятия прошли по кафе, торговым точкам и остановкам общественного транспорта. Изъятый полицейскими 101 литра спиртного говорит о том, что далеко не все соблюдают закон. Расположились нарушители на центральных улицах города. Фирсова, Свобода, Циолковского, Гагарина, Чкалова, Интернациональный, Бирюзово и Касимское шоссе. Все для удобства клиентов, чтобы далеко не бегал. Например, у заведения, расположенного у дома 4, корпуса 1 по улице Молодцова, лицензии на розничную реализацию спиртного не нашлось, а самого алкоголя сколько угодно. За данным торговым объектом ведется постоянный контроль и надзор. На постоянной основе из данного торгового объекта при выявлении административных правонарушений изымается алкогольная продукция, находящаяся на реализации в данном торговом объекте. Но таких нарушителей, как правило, протоколом не напугать. Если затихают, то всего на время. Рейдовые мероприятия будут продолжаться. Как же часто качество фотографии напрямую зависит от повода ее получить. Почти никто не бывает доволен снимком с комплекса фиксации нарушений ПДД. И лица-то не видно, и номер не узнать. Водители идут на любые уловки, чтобы только не платить штраф. Теперь не получится все списать на направление движения, ширину проезжей части или время суток. На рязанских дорогах установят 78 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, оборудуют 16 скоростных автоматических пунктов весового и габаритного контроля с шестью стационарными постами. В Рязани уже ввели в эксплуатацию 10 стационарных рубежей контроля. Одно название зорких помощников сотрудников ГИБДД дает понять, что мимо них с ветерком безнаказанно не промчишься. А со временем комплексы фото-видеофиксации «Кордон» должны научиться фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию разметки и на полосу встречного движения. Это были главные криминальные темы минувшей недели. Постарайтесь даже из таких новостей извлекать правильные выводы. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова